Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Сижу дома больше года с ребёнком. В последнее время совсем грустно, не могу себя заставить заниматься домашними делами. Благо, стиралка, посудомойка облегчает жизнь. С ребёнком с ребёнком особо занятий не выходит. До этого ходила с вас, сейчас приехали, ждём приглашения в царь по месту жительства. Утром вставать не хочется, ночью до середины ночи не сплю. В последнее время ещё кажется, что жизнь может оборваться в любой момент. Полагаю, после короны приобретена в фобия. Скорее всего, по этому поздно ложусь. Депрессии не считают своё состояние, но при достаточно приличном обложении мы зарабатываем. Вроде ипотека много забирает, раньше денег дало на питание. Сейчас видно, сам решил это вести, так как денег не даёт. Ему не хватает секса, мне не хочется совсем с ним, с другими бы попробовала. Хотя считает себя фрегитной после родения ребёнка. Не получается достичь удовольствия. На работу бы выйти. Но... Тоже опасения, справлюсь ли после такого длительного перерыва, что людьми-то особо не общаюсь сейчас. Людьми особо не общаюсь сейчас. С мужем после работы тоже этого не надо. Хотя мне кажется, ему просто я неинтересно. Живём вместе, то ли из-за ребёнка, то ли по привычке, дабы не искать никого и не проходить свои этапы притерки. Такой вопрос. Точнее, текст. Собственно, аноним. Вопрос задан. Вот, ну, в данном случае анонимно, да? Ну, вот. Аноним, а какой у вас вопрос, какой у вас вопрос, ну, выйдет? Вы рассказали свою историю. Вот. История, в принципе, ну, ну, понятно, да? То есть понятно, что вас беспокоит, да? Понятно, что вас, вот, в целом приводит. Это, в принципе, понятно, вот. Вопрос немножко в другом, да? Вопрос в том заключается, чего вы хотите, то есть какой у вас, вот, ну, запрос именно к нам, к психологам. Потому что как-то вот пока опираясь на ваш текст, я не могу выделить какого-то вашего запроса. Хотите ли вы гармонизировать отношения со своим мужем? Это одно. Хотите ли вы и хотите ли вы разобраться в себе? Это другое. Вот. То есть в зависимости от того, чего вы хотите, я думаю, уже можно будет, ну, о чем-то говорить, да? Что касается ситуации в целом, то, ну, я бы сказал так, что у вас с мужем наблюдается определенный кризис, конечно, в отношениях. И в целом вы, на мой взгляд, по крайней мере, довольно-таки усложняете как-то вот, ну, фактор отношений. Ну, вот, то есть вы делаете его сложным, почему-то вот вы используете в данном случае такие, ну, такие слова, да, как притирка и так далее. Потому что, ну, притирка, в частности, да, притирка, вот, как, ну, как такова, она возникает, когда люди себя, так скажем, ну, заставляют, что ли, быть в отношениях. То есть, когда люди, ну, как-то вот себя, условно говоря, тащат за волосы, ну, в отношениях. Вот, если выстраивать отношения как-то вот более, да, ну, таким, вот, я бы сказал, естественным образом, да, естественным способом, способом, вот. Вот, то, в общем-то, притирка, если и есть, то она особой роли не играет, вот. И, соответственно, если вы притираетесь, если вы проходите этапы притирки, и если этот этап является для вас чем-то тяжелым, вот, то, на мой взгляд, имеет смысл как-то вот разобрать себе, потому что, да, есть ощущение, что вы можете себя просто-напросто не слышать, да, есть ощущение, что вы можете просто, вот, ну, скажем так, да, вести себя, ну, не совсем естественно, ну, в отношениях, вот, это вот то, что я мог бы выделить, исходя из вашего, ну, исходя из вашего сообщения, скажем так, вот. Я думаю, что в какой-то момент вы с своим мужем начали отдаляться друг от друга, я думаю, что каждый из вас, погрузился вот в свои проблемы, вот, и это, конечно, очень, ну, очень, сильно мешает вам. И это, опять же, можно исправить, как мне видится. Вопрос только вот в том, да, хотите ли вы, хотите ли вы это исправлять, вот, понимаете, да? Вот это, вот этот момент не ясен в данном случае. Вот. Дальше, вы говорите, что, ну, что не считаете депрессией своё состояние, вот. Но, тем не менее, я бы сказал, что у вас есть и подавленная злость, у вас есть и некоторые трудности с самооценкой. Я бы сказал, что есть такое серьёзное большое чувство долга. И я бы сказал, что есть, скажем так, тенденция к контролю. То есть, вот у меня возникло ощущение, да, что, что вы напряжены внутренне и что вы склонны к контролю. Потому что, вот, например, если мы говорим про, допустим, интимную сферу, да, если мы говорим об этом, то, пожалуй, вот, говоря об интимной сфере, можно, ну, связывать, можно связать, с проблемой в интимной сфере, с как раз-таки контролем, с тенденцией к контролем, вот. И, соответственно, вот, в этом направлении и нужно, на мой взгляд, работать, вот. Ну, как мне видится, да, и как мне кажется. То есть, с точки зрения психологии, да, в этом направлении нужно работать. Вы вроде бы простой помощи, но не совсем понятно, в чём именно вы простой помощи. Вот. И что именно вы хотите менять? Как будто бы вы с этим не определились. Вы говорите, что с мужем живём то ли по привычке, то ли из-за ребёнка, но... хорошее ли это... мотивация? Вот. Хорошее ли это основание? Для... ну, для того, чтобы жить с кем-то. Вот. В общем, вопрос, как мне кажется. То есть, считаете ли вы, ну, например, что, допустим, ваш ребёнок этого... будет хорошо от Эппела? То есть, считаете ли вы, что ребёнок будет счастлив? Если вы будете жить только вот из-за него. Вот. Ну, на мой взгляд, опять же, как мне видится и кажется, да, что ребёнок счастлив не будет. Вот. Но, само собой, этот вопрос нужно решать вам, а не нам. И только вы определяете, как будет, допустим, складываться ваша жизнь, ну, ваша жизнь. На что вы будете её, допустим, ну, тратить, да, и как вы будете её использовать. Вот. 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 Поэтому, какой-то здесь вот такой момент и... ну, и соответственно, мне бы хотелось, чтобы вы по возможностям обратили на это внимание. Вот. Мне кажется, что в какой-то момент вы просто перестали, ну, как-то вот... прислушиваться что-то. Вот. Мне кажется, что... в какой-то момент вы решили посвятить себя чему-то вроде... долго. То есть вы решили, что... что... ну, вы решили, что вы... что вы должны и вот... начали жить не прислушиваясь к себе, да, начали жить не для себя. Ну, вот. И... потом вы просто заметили и увидели, что так жить тяжело, что вам это не подходит. Поэтому... я бы сначала всё-таки разобрался бы в себе, а дальше уже смотрел бы, что можно сделать в этой ситуации. Вот вы пишете, не могу заставить себя заниматься домашними делами. Что вы чувствуете? То есть, ну, что значит не могу заставить, а? Можно ли сказать, что... ну, что... что-то саботируют... заниматься домашними делами. Вот. Вы пишете с ребёнком, тоже занятия не выходят. Что это значит? Не хотите, не нравится и так далее. Утром вставать не хочется, ночью до среди не сплёт. Тревожность. Вот. Тревожность может наработать. То, что жизнь может оборваться в любой момент, это... с одной стороны... подавленная злость, с другой стороны... несколько утраченный смысл жизни. Так. Значит... Так. Вы пишите про мужа. Что он перестал давать денег на питание. А что изменилось? Что он перестал давать денег на питание. Вы пишите, что... вам не хочется интима, а ему... вечно не хватает. Вот. Вы пишите, что не хотите с ним. Это часто про обиды. Ну и просто мазан. Потому что фрагирности не бывает. А фрагирность это миф. Это миф. Это миф. Далее. Вы пишите на работу бы выйти, но тоже опасения справлюсь ли после такого длительного перерыва. Здесь есть ощущение, что... вам неинтересна ваша работа. То есть, ну... Именно деятельность неинтересна. Вы пишите, что с людьми особо не общаюсь сейчас. Почему? С мужем после работы тоже этого не надо. Мне кажется, ему просто я неинтересно. А что между вами общего? Давайте вот... как-то вот так вот... подумать. Что между вами общего? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.